300 квартир в столице ожидают своих хозяев. Вот только хозяева не рады. Жить в высотке невозможно. Там нет ни горячей воды, ни тепла. За что заплатили по 80 с лишним тысяч долларов и что так и не получили, выяснял Кирилл Евсеев. Пять лет строительства, кредит и вот она долгожданная двухкомнатная квартира. Лариса показывает, здесь будет кухня, а здесь будет спальня. Но когда въедут, до сих пор не знают. Боятся зимой замерзнуть. Ведь отопления тут попросту нет. Мы смотрим на эти радиаторы, как на просто какой-то прибор, который непонятно заработает ли в этом году. Надежд мало. Нет здесь и горячей воды. Как так получилось и как даже удобства появятся, ответа строители, будущие жильцы так и не получили. По-человечески отвечают, что это все будет решаться когда-то, где-то, кем-то. Они снимают с себя прямые обязательства это делать. То есть они как будто бы не считают, что это их обязательство. Стоимость квадратного метра 2000 долларов. Строители показывали красочные проспекты, говорит Лариса, и обещали покупателям, это будет один из самых престижных новостроев в районе. Этот дом находится почти в центре Киева. Люди были уверены, что покупают элитное жилье в столице. Более половины квартир уже проданы. Это 200 семей, но въехать сюда так никто и не решился. Еще недавно в своей рекламе компания обещала, что ее работники съедят этот кирпич, если не закончат строительство. Но можно ли считать, что дом готов, если в нем невозможно жить, возмущены жильцы? Строители утверждают, они невиновны. В минулом году на строительство тепловой мережи планировалось выделение с места денег. Были предпочены бюджетом места, но не были выделены для забудования. А вот в департаменте городского строительства ответственность за тепло и воду перекладывают на застройщика. В соответствии с техническими условиями застройщик должен за собственные деньги построить теплосеть по улице Златоустовской и подключить к ней новые жилые дома. Вот эта улица. Здесь под асфальтом должны были проложить трубу, как посчитали в Киевэнерго, ценой в 50 миллионов гривен. После наших обращений строители все же решили провести теплосеть сами и надеются, что город потом вернет им деньги. Обещают успеть до зимы. Люди обещаниям не верят. Ведь дом сдали на два года позже. Да и работы до сих пор не начались. Кирилл Евсеев, Евгений Наприенко. Подробности телеканал Интер.